Сегодня утром я сидел в зале для самьямы. Нужно было позаботиться о некоторых вещах, и я собрался написать записку одному человеку. «Завтра необходимо...» Я написал одно слово «завтра», и оно так сильно меня затронуло, что вместо записки я написал небольшое стихотворение. Не для этого человека, для вас. Стихотворение называется «Завтра». «А day that never came, but has managed to spoil every game, a day that never came, but has managed to spoil every game, one day that takes all the blame, the basis of all fear and shame, cripples the blossoming of the life's flame, a spoiler that makes life a dream, traps the limitless in a limited scene, one day that takes all the blame, the basis of all fear and shame, cripples the blossoming of life's flame, a spoiler that makes life a dream, traps the limitless in a limited scene, a day that never comes, but the world it rules, a day that never comes, but the world it rules». Завтрашний день никогда не наступал ни для кого, но одно только представление о завтрашнем дне отняло жизни у огромного количества людей. Никто в своей жизни не прикасался к завтрашнему дню, никто никогда его не испытывал, никто никогда его не видел. Но лишь представление о завтрашнем дне полностью лишает людей всего, что могло бы быть жизнью. Что мы будем делать на завтрашнем даршине? «О, завтра, когда я приду на даршин, я принесу зонтик». Даршин означает «созерцать». Вы можете созерцать только сейчас. Вы никогда не сможете созерцать завтра. не потому, что этот день недосекаем, а потому, что его не существует. Вы можете только представить завтрашний день. Вы никогда не увидите завтрашнего дня. Никогда. Но все же, к сожалению, именно эта идея, время которой никогда не придет, управляет жизнями большинства людей. даже если вы управляетесь со своей жизнью с помощью идеи, это должна быть идея, время которой может когда-нибудь наступить. Но эта идея, время которой никогда не наступит. И все же по-прежнему она движет людьми. Она по-прежнему движет большинством жизней на планете. Вот почему. Большинство жизней на этой планете не жизни. Это просто куча мыслей, эмоций, идей и предрассудков. Большинство жизней происходит не в реальности. Это просто психологическое существование. Просто мечты. Потому что реальность происходит сейчас. Реальность происходит здесь. В вашем уме могут произойти только мечты. И жизнь, и смерть случатся сегодня. Мечта же принадлежит завтрашнему дню. Лучше мечтать о чем-то, что сбудется. Завтрашний день — это мечта, которая никогда не сбудется. Так что то, что вы называете духовным процессом, — это познание жизни. Вы можете познать жизнь только сегодня. Вы можете познать жизнь только сейчас. Это тот самый момент. Я не пытаюсь давать вам учения. Когда я говорю, что это тот самый момент, вы скажете, «О, Садгур сказал, это тот самый момент». Дело не в этом. Этот момент не идея — это единственная реальность. Этот момент не учение — это единственная живая реальность. это сейчас. И больше ничего нет. Так что не пытайтесь это понять, не пытайтесь это осмыслить. Вам просто нужно увидеть это во всей полноте. Начните с дождя. Это хорошее начало. Меня печали.